Всем привет, с вами Юмилия, гоу смотреть новые прикольчики от Game What The Fuck, пацану нужна помощь, да. Кстати, у меня на втором канале сегодня вышло новое видео, поэтому заходите, смотрите его, а оно очень классное и позитивное, и по-любому поднимет вам настроение так же, как и ролики Game What The Fuck. Очень тихо! Какое-то западение прям. Я бы не стала верить девушке, которая бы сказала, что поцарапала чуть-чуть машину. Подруга, да ты, кажись, сцепление спалила. Такой взгляд. CD Projekt в новом обновлении добавили барбекю-мобиль для жареных цыпочек. Главное, чтобы вас пожарные не увидели, а то ведь могут и потушить. О, я помню этот момент. Вообще, есть у меня идея, как это произошло. Они, походу, мимо заправки в Лос-Антосе проезжали. Что? Вот это реально не в том время, не в том месте. Жесть. Ну, даже если бы он не взорвался на заправке, все равно далеко бы не уехали. Вот реально пацану нужна помощь. После такого-то. Что? Классно, вообще. Все мы знаем, где находятся лучшие дороги в мире. Конечно же, конечно же, они находятся в России. Это как у нас... Вообще, насколько я слышала, в Украине тоже проблемы и с дорогами. Напишите в комментариях, если вы оттуда. Просто Алена Венум и ее муж про это говорили. Но, кроме того, я могу понять подобные баги в обычных играх. Но совсем другое дело, когда ты играешь в онлайн-игру, и эти баги тебя подставляют. Ты потеешь, пыхтишь, стараешься как-то затащить, занять первое место в катке, и тут на тебе. На стране ремонт дома, распечатывают на принтере. Так, походу, таким же методом они дуру в асфальте золотали. Это мое любимое. Интересно, куда он залетел через эту дуру. Мне кажется, это портал в ад. А, или в хиберпанк. Играешь в FIFA, когда никого нет дома. В FIFA, когда заходит батя. Теперь понятно, почему люди так любят играть в FIFA. Видимо, он забил очень важный гол. Мне интересно, что было бы, если бы он промазал. Я боюсь представить. Хотя я бы посмотрела. Блин, классные моменты. Система кнутая пряника в этой команде работает на ура. Вдруг, ты все перепутал. С ноги нужно бить в подписку, а не в пиписку. Знаете, мне это напомнило ситуацию, когда мой молодой человек играл в The Last of Us 2. И там была сексуальная сцена. И он говорит своей маме, вот смотри, какие игры классные делают. Посмотри, на каком уровне. Прям как будто бы фильм. И он зовет ее как раз-таки в тот момент, за несколько секунд до того, как начался секс-момент. Она подошла и просто офигела. Сказываешь товары с Алика, выбираешь способ доставки. Доставка за 500 рублей. Доставка за 100 рублей. Обожаю Джима Керри. И бесплатная доставка. В общем, что я хотел сказать. За то зрелищно. Не заказывай бенбокс с Алиэкспресса. Наконец-то любой желающий может сыграть в ящик. В меня целится ракета, и это нормально? Ракета? Какая ракета? Я обожаю такси. Что? А как номер? Подождите. Подождите. И ты попал математически в щит. Потом ты идешь домой, и тут она тебя догоняет. Жестко. Ну, может быть, надо бежать? Он, походу, думал, что его не заденет. Это будет некая пищевая цепь. Вертолеты охотятся на тебя, а обычные НПС охотятся на вертолеты. Вот так вот в Лос-Антесе обычный прохожий может оказаться капитаном Америки. Да знаете, как есть в России, ну, раньше были такие темы, бои, там, человека и медведя, а здесь, по-американски, бой вертолета и человека. Спусти меня! О, обиграшиваю, босс. Мне так эта песня нравилась. Ну, именно, как он ее исполнял. Про него, кстати, давно чуть-чуть ничего не слышно. Может, его зря разморозили? Ну, или это по классике был наш старый знакомый. Не нравится, как в этом моменте чувак смирился со своей судьбой, он даже не пытался убегать. А смысл? Убежишь от вертолета, тебе самолет в щи прилетит. Ну это красиво было. А входить в землю под углом 90 градусов это какой-то новый интересный способ приземлиться? Мне кажется это новый тренд. Да я и не умею. Да и от самолета убегать смысла особо нет. Убежишь от него, тебе коробка в щи влетит. О, да. Что там? Можно вопрос глупый? Это мина? Ага. Ответ найден. Плохо. Нет, друг, это не мина, это... Ооо. Последний вопрос, который я хотел бы слышать от сапера в команде это... Это мина? Ха-ха-ха-ха. Но взрыв кстати красиво в игре выглядел. Ну чисто технически он с заданием справился, разминировал. Это мина? По своему. Ну или у него техподдержка была хреновая просто. Алло база, какой провод резать? У меня 4 секунды. Ща 5 секунды. Та пи... Ты всю неделю ждешь выходных, предвкушаешь как это будет классно. И тут наконец наступает пятница и... Пусть она... Ооо. Ну да это кстати жиза. Предлагает пересадить население на общественный транспорт. Не зная их, такая инициатива будет реализовываться как-то так. Ооо... Жестоко. Бабушка увидела, как ты играешь в Сан-Андрес. Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер. Теперь я понимаю, откуда название видео. А ну-ка, можно еще раз это пересмотреть? Гангстер. Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер. Обычно, знаете, бабульке там бадюк какой-нибудь или, ну, что-нибудь такое, зэк, подобное выражение скажет, подобное слово. А здесь прям гангстер. Там нареканский. Интересно, что там за случай этой бабульки. Почему у нее там гангстер вырастет? Выиграка Rockstar, как только твоя нога касается железной дороги, тут же появляется паровоз. Кстати, если обратите внимание, то в Game of the Fuck есть не одна, и не две, и даже не три превьюшки с паровозом. Я не знаю, какая превьюшка на этом ролике, но я не удивлюсь, если она тоже с паровозом. Он просто очень любит их добавлять. Он разве звук не слышал? Так что лучше держаться от рельсов подальше, тогда ты... А, это не игровой персонаж вроде был, да? Точно будешь в безопасности. Нифига подобного. Как это вообще случилось? Я, если честно, такое впервые вижу, что поезд в игре сходит с рельс. Вот не было, по-моему, еще такого. Назад в будущее! Блин! Кстати, посмотрите, он еще и похож на персонажей из Назад в будущее. Офигеть! Знаете, некоторая отсылочка такая, пасхалочка получается. Карма! Она такая... Так вот, какими-то полями Россия всех пугает. Я, кажется, знаю, почему у этой игры столько положительных оценок. Просто, если напишешь что-нибудь хреновое, то... Тоби? Что? А как оно к нему свернуло? Оно же падало вот так, а потом завернуло вот так прямо к нему. А в этом моменте дереву, кажись, понравился лесник. Мне кажется, ему просто суждено было умреть. А так, стоп, что-то тут какое-то дровосятины попахивает. Эта красивая девушка просто поздоровалась с тобой, а ты уже... Меня одну спущает, что там дерево белилось, как в Майнкрафте. Мне кажется, действия этой игры происходят... А пилки дерева были... ...на месте современного Лос-Антоса. Ну, потому что... Ужас. У меня, кажется, появилась новая фобия. Но если слиться с матушкой природы и подружиться с ней, то есть шанс, что она тебе и поможет. Оу, а что за игра такая с великанами? Людок, мать ты, а ну иди сюда, говно собачье. Сейчас его приберут. О-о-о! Не получилось, не фартануло. Ну, а на этом все, народ. Если мне удалось поднять вам настроение, то... Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. А еще подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, там и реакции смотреть. И на втором канале не забудьте чекнуть видосик. Он веселый. Забавный. Видоса, чтобы я понимал, с чего вы больше всего орете. Ну и залетать... Так, а что мне больше всего понравилось? Ну, с бабулькой в этот момент классный был, неожиданный. И что еще? Ой, я даже не знаю. Я только что посмотрела видео, а у меня как-то моменты из головы просто, ну, вылетели. Вот в прямом смысле. Нет, я реально не понимаю. Только что мною было просмотрено видео, а я уже и не помню, какой момент был самым угарным. Наверное, все-таки самый яркий момент был с поездами. Ну и то, что еще запомнилось, это с провалившейся машиной. Ну и, как я сказала ранее, бабулька. Какие моменты больше всего вам приглянулись? Пишите. А с вами была Юмилька. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин